здравствуйте уважаемые зрители сегодня пятница 31 мая и мы подводим итоги недели с известным политологом алексеем ломовым алексей здравствуйте доброе утро а наших уважаемых подписчиков и зрителей просим ставить лайки делать репосты они подписчиков подписываться на канал ну и начнем с футбола зенит выиграл чемпионат россии вообще давно не было такой непредсказуемой концовки победитель определился в последнем туре такого давно не припомню это говорит о силе российского чемпионата или наоборот о слабости его лидеров ну безусловно это говорит во первых о соревновательности данного процесса безусловно любая интрига в спорте это конечно хорошо хорошо когда появляются команды которые могут выиграть хорошо когда происходит такой ажиотаж вокруг этого потому что спорт это хоть это и высокопартно это основа нашего здорового общества мальчишки посмотрев на футбол идут играть в мяч во двор и ну и так далее так далее так далее но питер я думаю все равно был уверен самого начала сезона что зенит таки победит поэтому всех причастных поздравляю всех болельщиков санкт-петербурга но мне хотелось бы отметить вот о чем наблюдая за чемпионатом все-таки мы с вами там очень много видим иностранных игроков и ну на мой взгляд все-таки какое-то время назад было больше русских вот я за то чтобы футбол развивался там появлялись русские имена и конечно было бы возможно больше чемпионатов не только один но еще много много разных где могли бы показывать свой класс игроки россия значит и мы видели там много русских игроков то есть все что иностранные клубы стояли в очередь все штатно все прекрасно слушайте ну председатель единой россии дмитрий медведев побывал на этой неделе в петербурге поздравил зенит заслуженной победы и предложил нашему действующему губернатору александру дмитриевичу беглову идти от единой россии поможет ли ему это а может быть не поможет одно вообще это действия значит а политическая достаточно большое серьезно я бы хотел бы отметить что не только дмитрий анатольевич как руководители партии был здесь здесь же было и секретарь генсовет турчак меня значит и это было целое действие значит политическое не так часто к нам приезжают такие уважаемые гости значит представляющие одной из самых больших партий в стране соответственно да безусловно значит но я бы не сказал что это поможет я бы сказал что это признание партии заслуг губернатора на своем посту так как я напоминаю при выдвижении в девятнадцатом году александр дмитриевич пошел без партийной поддержки она была безусловно но значит официально он пошел путем сбора подписей и сейчас на сегодняшний день ну во первых есть что показать действующему губернатору и собственно говоря партия предложила его поддержать на выборах александр дмитриевич согласился что говорит о стабильности ситуации с точки зрения понимания и оценки партии деятельность градоначальника ну и надеемся на успех данного мероприятия меду партийцы значит самое главное сейчас наверное все таки знаете мы петербуржцы мы такие со своим норовом значит горожане значит петербуржец несно не сравнится ни с кем не с москвой не с любыми другими голоса городами у нас есть свой взгляд на вещи и зачастую он отличается от взглядов других жителей страны по-разному это можно называть но так это сложилось мы живем во второй столице соответственно у нас свой просмотр зачастую зачастую в петербурге конечно какие-то решения мы иногда принимаем значит на уровне эмоции наших но я бы хотел бы обратиться как политолог обратиться ко всем все-таки давайте разбираться давайте посмотрим а что же было сделано за последние там пять лет в городе и постараемся посмотреть без предвзято и уже потом сделаем вывод по поводу поддержки той или иной фигуры которая была выдвинута неважно единой ли россии либо партии я для себя лично посмотрев увидел достаточно большое количество изменений которые произошли в городе достаточно глобальных значит начиная от увеличения бюджета который действительно увеличился мы это видим заканчивая разнообразными большими проектами которые были запущены за этот период времени ну а дальше все зависит от каким образом петербургцы прочитают узнают об этих событиях ну и соответственно в сентябре какой сделают выбор увидим кстати я хотел напомнить о том что помимо губернатской кампании в санкт-петербурге будет проходить еще большое количество практически весь город муниципальных компаний и партия единая россия выдвинула в каждый избирательный округ своего представителя мы это знаем потому что недавно прошла в нем идет сейчас праймерис значит и количество кандидатов это практически все округа города поэтому здесь такая совместная игра совместная игра команды партии единая россия и значит ну посмотрим на результаты в сентябре месяце еще маленькое одно законодательное собрание по моему нет один округ законодательном собрания ваш ваш коллега александр малькевич пытается попробовать свои силы на этом поприще надеюсь у него все получится хочу лично от себя пожелать ему успехов в этом вопросе александр достойный представитель санкт-петербурга федеральный человек федеральной повестки но будем наблюдать будем смотреть самое главное это четкое прослеживание того что было сделано того что возможно будет сделано и надо сказать что партия единая россия одна из немногих кто меня обещая собственно исполняет мы можем посмотреть по программам кандидатов мы можем посмотреть потому что они сделали проанализировать эту историю ну и сделать свой вывод еще раз в сентябре хорошо генсек нато хочет разрешить украине использовать иностранное оружие для ударов по россии как мы должны на это реагировать точно так же как сказал об этом уважаемый министр иностранных дел лавров значит предоставление значит оружия нато вот в том виде там ф-16 мы знаем сейчас поставили и так далее есть некий вызов стране в сторону россии на который может быть получен адекватный ответ но узнаете так вот чуть-чуть беременным быть невозможно значит там нато и бывшие товарищи если как это правильно говорить партнеры значит как то на мой взгляд заигрались в эту игру но россия свои слова сказала об этом кстати постоянно говорит и президент и если мы помним двадцать втором году это было значит разговор по этому поводу и так далее ну что ж ну давайте попробуем есть планирует пригласить россию на переговоры об условиях мира в украине которые могут пройти в саудовской аравии этой осенью это сообщает блумберг верите вы успех переговоров но это уже на моей памяти третье предложение которое ничем не заканчивается но надо посмотреть главное чтобы это все закончилось потому что как правило сейчас все публичные политики с той стороны запада имеют такую риторию на надо договариваться но для этого ничего не делаю то есть факты г типа мы мы за мир мы 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 как бы готовы договариваться но на самом деле это все получается мыльным пузырем и никакой конкретики это не следует конкретно были в свое время наши предложения до минские соглашения которые происходили но мы с вами помним на них все наплевали и собственно уже потом даже немецкие политики высказывались что основная задача была просто отвлечь россию вот значит этой проблемы сделать так чтобы успеть подготовиться к нападению на нас но это же уже не секрет об этом уже все говорят есть подтверждение документальное поэтому будут ли переговоры или нет но очень эдиторический вопрос как сказал президент россия у нас готова к переговорам но значит на тех условиях которые трактуем а это динфикация убирания фашистов и собственно еще самый главный вопрос с кем подписывать этот договор потому что на сегодняшний день по международным стандартам и по конституции самой украины ну собственно говоря зеленский и и не президент вовсе ну то есть вот понимаете как бы очень здорово подписать да давайте заключим мир давайте значит подписал зеленский потом проходит какое-то время сгорят слушать так он не президент был поэтому не 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 тут это это договор не лишь как угодно можно накрутить сушки ну вот венгрии назвали провалившимися санкционную политику в отношении москве и минска уже официально признали можно сказать стоит ли опасаться отсроченного эффекта вот от этих санкций я бы сказал так вот делая санкции и спасибо что сделали санкции вот так бы я сказал понимаете мы видим на протяжении последних двух лет очень большой скачок в развитии и импортозамещение появление машиностроения я вчера был на общественном совете значит где присутствовали крупные производители значит они говорили о том что у них идет рост роста и в заказе рост и в развитии и значит появляются новые технологии которые мы сами придумаем идет развитие поэтому насколько санкции повлияли ну 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 наверное да но если выйти на улицу надо спросить людей как повлияли на вас санкции вам скажут днр никак но стало дороже ездить за границу давайте я вот все время об этом говорю привожу пример пять процентов где у нас могли себе позволить еще предыдущий период поездки я уверен что сейчас эти пять процентов сохранились они ездят это просто стало стоить дороже будет вопрос кстати про поездки вот но у нас тут в госдуму внесли законопроект запрете ношение никабы в общественных местах одежда закрывающее лицо по мнением депутатов мешает камерам определять личности вот в китае узбекистане казахстане и ряде других стран законодательно уже это запрещено носить в общественных местах как ваше мнение по этому поводу это тонкий вопрос ведь мы с вами говорим значит веря с точки зрения одежда поэтому к нему надо подходить очень аккуратно конечно мне как простому обывателю значит я тут еще в до к видные до к видные времена почек как это давно было значит в до к видные времена побывал я значит в городе мюнхен значит зашел там торговый центр и там просто огромное количество значит женщина со своими мужьями значит вот закрытым лицом полноценно неприятное впечатление на меня это создал значит там даже какой-то с точки зрения там определенной опасности поэтому вопрос тонкий безусловно конечно установление личности значит это важная история потому что мы сами с вами понимаем что есть опасность всяких террористических актов поэтому ну скорее да чем нет но у нас собственно говоря дума состоит из представителей значит которых выбирают люди я надеюсь что все депутаты госдумы имеют контакт со своими территориями обсуждают этот вопрос поэтому ну давайте посмотрим как какое будет обсуждение и так далее и мое личное мнение что я склоняюсь что наверное все таки да надо этот закон вводить слушайте ну тем временем гибдд снова становится гаи возвращаемся немножко назад голова ведомства черняков сообщила возвращение госавтоинспекции термина слушайте а так ли это важно когда у нас как это рассекают мигранты с просроченными регистрациями еще на людей нападают с ножами а тут мы гаи переименовываем но нужно ли это сейчас помните басню крылова какую про значит оркестр и тогда не понимал когда переименовывали зачем это делается значит но и сейчас мы хотят переименовать дага и более-менее понятно гибдд очень сложно произносимая история там со всеми вытекающими последствиями не другой вопрос любой переименование это бюджет конечно это деньги вот поэтому ну как бы прочитано ли это переименование насколько мы сейчас можем себе это позволить можем ли позволить сейчас переименование с точки зрения траты на это финансовых средств или может быть надо чуть-чуть ну заявив об этом чуть-чуть подождать и как-то переименовать но возможно уменьшение количества в букв в названии сэкономит ну какое-то количество чернил на бумаге до печатать 4 краски на машине на где это наносится мне ближе гаи но вот если как бы так обывательская ближе гаи называли и мне ближе там значит не полиция милиция понимаете но вопрос очень риторически то мое личное мнение ну давайте посмотрим что из этого но вопрос о том а сколько это стоит и собственно ну как бы для чего и не является ли это отвлечение отличением от тех проблем которые существуют хотя надо дать должное вы знаете вы сейчас сказали по поводу мигрантов которые значит ходят без документов и так далее все-таки не действие гаи это действие системы мвд да ппс там и так далее гаи же все-таки на мой взгляд призвано значит делать работу связанную с предупреждениями нарушений которые возможно с точки зрения там водителей и с регулированием дорожного движения и кстати надо дать должное по крайней мере в санкт-петербурге да и пожалуй наверное в москве и в других городах крупных здесь большой поток движения значит но так особо сильных претензий к гибдд ну или к будущему гаи я как бы сильно не вижу потому что хотя у нас конечно статистика все-таки говорит о том что число правонарушения достаточно большой на как водитель который езжу каждый день в принципе вижу нормальную работу эта система то есть это и знаки это и собственно говоря нас спасают вот камеры скорости да мы стали более прилежно ездить значит это это и какие-то там рейды которые позволяют выявлять там пьяных людей ну вот пока с точки зрения там самой работа гаи значит ну все понятно опять же сервисы цифровые которые позволяют нам значит оплачивать штрафы там по определенной значит системе они стоять с дрожащими руками протягивать там какие-то деньги гаиснику поэтому ну я бы сказал так что система гаи или гибдд значит ну работает неплохо что же касается полиции то да действительно кадровый вопрос очень большой о чем и говорил клам колокольцев когда значит выступал совете федерации поэтому надо смотреть но я бы вместо переименования было пустил бы эти финансовые средства на увеличение количества участковых полицейских на территории субъектов соглашусь с вами минфин предложил постепенно увеличивать ставку ндфл от 13 до 22 процентов так сказать для богатых людей да чей доход превышает 2 и 4 миллиона не приведет ли это к зарплатам в конвертах как как думаете ну смотрите как бы прогрессивный налог существует во всех странах ну на сегодняшний день у нас действительно самые были маленькие налоги и ровные для всех вопрос опять же риторически кстати очень многие политики говорили о том что надо водить прогрессивного луга да действительно наверное значит поступление в казну нужны и прогрессивным налог наверное будет справедлив но есть как как у любых вопросов есть две стороны медали значит одна сторона медали выглядит страны простых обывателей дачу они там богатые пускай платят больше это любимая история на самом деле в нашей стране значит с другой стороны есть ты богатые значит и давайте сейчас не будем мы говорить там о людях которые получили свои деньги там нечестным путем они не платят налоги будем говорить о простом там человеке которые значит собственно говоря создал там свое предприятие стал зарабатывать большие деньги давая работу то многим людям и вот человек пахал там 6 утра там до 10 до 12 ночи там 24 на 7 вас наверняка есть бизнесмены друзья которые как мы видим как работают и тут у него приходит мужик ну говорит могут и хороший парень но но как бы ну давай ты будешь платить больше он спрашивает за что он будет ну просто вот у тебя денег больше поэтому то больше плачет это другая сторона медали и это согласие в обществе в первую очередь я как политолог это вижу да то есть мы можем разделить эту историю я бы объединял по налогам на самом деле такое увеличение в целом если будет достаточно понятно а самое главное для бизнесменов а у нас большое количество бизнесменов которые патриоты значит нашей страны они здесь работают они выстраивают бизнес они платят налоги и они хорошо относятся к стране и и любит ну поскольку здесь и него в этом за границу налоги в смысле деньги и так далее тому подобное так вот если налоговые поступления которые будут происходить от них будут достаточно прозрачны как как и все траты в нашей стране то тогда я думаю что это будет нормально и не вызовет сильных таскать у них каких-то переживаний что же касается прозрачности но вы знаете последние там лет пять наверно тенденция такая что заплати налоги и спи спокойно кстати заслуга нашего премьер-министра значит мишустина потому что он сумел выстроить такую систему налога оплаты налогов вот так я скажу которая удобно прозрачно значит не требует там каких-то там героических поступков и с каждым годом улучшается платить налоги становится просто и прозрачным вот собственно говоря перечислены самые непопулярные профессию молодежи ими оказались инженер и механик наиболее популярными среди молодых людей стали профессии официантов чем вам инженеры то не понравились и механики прислушайте ну я вот честно говоря такую статистику даже очень удивительно для меня удивительно а вот значит официант я думал айтишники ну айтишники да но инженеры тоже ведь за инженерами собственно будущее и насколько я понимаю сейчас хорошего инженера днем с огнем за них дерутся и у них хорошая зарплата причем значительно выше чем у официанта мне кажется что значит у нас сейчас такое время значит и и и как бы такая в голове мысли о молодежи что хочется собственно как и нам с вами наверняка в детстве также хотела здесь сейчас вот сегодня здесь а неважно значит сколько официант что-то пришел значит на работу отработал получил чаевые вот они живые деньги или там не знаю блогер снял какой-нибудь там значит свою программу значит собрал подписчиков тоже получил денег за рекламу но а инженер это долго это надо отучить надо браться опыта это надо значит так сказать это и потом уже как бы пожинать плоды поэтому такая скоротечности определяет как бы уровень тренда с точки зрения куда мы куда мы хотим идти наверное это все таки в целом вопрос большой государственные то есть если бы мы своих детей или молодежь как бы направляли что вот есть процесс ну так далее и тому подобное наверное бы этот тренд изменился но для меня удивительно честно ничего не могу сказать по поводу официант но быстро и деньги понимаете быстрее здесь и сейчас а там надо хотя есть вхождение больше хотя хотя есть моменты связанные там значит с тем что значит там официанты это такая как бы история быстро это ничего не надо делать но это не так я знаю многих официантов которые которые прямо в профессии которые как бы вот правильно подходит это не просто падай принеси но так это культура согласен но и давайте за особенно в питере давайте завершим последним вопросом туристическим ну во первых у нас более 70 процентов россиян поедут путешествовать по стране они за границу ну и мвд хоть хочет установить лимит на покупку алкоголя в аэропорту и запретить его там пить что для наших туристов наверное ужасно идея продавать алкоголь во внутренних рейсах было изначально чтобы поддержать магазины duty free а теперь чего хотят ну смотрите я вот все время пытаюсь понять весь человек да он у себя что в аэропорту что в других местах ведет не очень адекватно когда в него попадает алкоголь и собственно проблема вот с этим все а есть люди которым просто приятного бокальчик вина и как бы получив удовольствие получить удовольствие от перелета там или от ощущений поездки и так далее и людей которые там плохо себя ведут их меньшинство людей которые там могут себе получить историю значит их большинство но почему большинство должно страдать от меньшинства может быть тогда определить что за какой-то значит у нас же есть эта история когда если ты не дай бог начал дебошное аэропорту ты попадал в самолете пьяный ты попадаешь в черный список и ты просто не сможешь летать ну вот вот собственно говоря и все поэтому мне кажется запрет это знаете как вот ну наверное хорошо все позаботились там о курильщиках бедных которым запретили вообще курить везде где только можно и сигарет не показывает ну сигарет это ладно это как бы ерунда я просто говорю о том их достаточно большое количество уменьшилось ли количество курящих не знаю наверное может быть да может тот пришел там на и косы на вейпы которых сейчас собираются запретить что я поддерживаю потому что я как бы понимаю что вейп наносит больше вреда чем сигарета значит соответственно и все что произошло там пять лет бедные люди там мучились и курили в тихоньку все равно пока покуривали там где-то там в туалетах где-то там еще где-то и так далее и тому подобное сейчас стали возвращать кабинки во многих крупных аэропортах есть кабинки да они находятся там значит 500 метров надо пройти чтобы найти эту кабинку ну хорошо человек получит 500 шагов там значит то тысячу туда обратно сходил получил удовольствие на кабинке есть туда ходят люди и все вроде нормально они кстати никому не мешают никто там не говорит ой вы знаете что-то под ничего не пахнет все нормально в ряде ресторанов есть отдельные залы или места где человек может покурить значит есть у него есть эта привычка вот собственно с алкоголем мне кажется туда же и так знаете ли значит внутри аэропорта если брать кафе и рестораны там цена такая на алкоголь что не все себе могут позволить вот а что касается duty free магазинов там беспошлиной торговли ну ну продают ну покупают же прочим кстати видите когда ты покупаешься запечатывают в пакетах пакетик и ты не можешь его открыть до момента выхода из самолета поэтому не знаю мне кажется запрет в этом плане но знаете как давайте запретим вот не хотим мы там что-то проводить профилактическую работать запретим самый простой путь но мне кажется это путь никуда спасибо вам большое за визит ждем вас снова наших уважаемых зрителей просим подписываться на канал ставить лайки и делать репосты до следующей недели пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!